Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, если парень в ответ на мою ревну спрашивает, неужели ты думаешь, я настолько дурак, чтобы полиция подразумевает ли это, если я могу изменить, об этом не узнаешь, или я сама себе это накрутил. Ну что ж, здесь в секте у вас, по крайней мере, содержится очень позитивный такой сигнал, если хотите. Вот. Который про что? Который про то, что вы себя накрутили. И это правда, вы действительно себя накручиваете. Только поймите правильно, то, что накручиваете вы себя не этим, а тем, что у вас возникает ревность. Вот этим вы себя накручиваете. И ревность возникает от неуверенности в себе. Ревность возникает от страха одиночества. И ревность возникает ввиду поверхностности отношений. То есть, когда отношения выстроены таким образом, что основное внимание в них уделяется именно полуролевой модели. То есть, мужчина, 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 женщина, и так далее. А личностного контакта, личностного взаимодействия. Когда есть вещи, которые как бы более интересны, чем проявления мужского и женского отсутствуют. И это, на мой взгляд, является серьезной проблемой. именно с этим, на мой взгляд, вам нужно работать с тем, чтобы не воспринимать мужчину, например, только как мужчину, который должен для вашего спокойствия вам принадлежать и быть только вам одной верным. верным. Потому что отношения не выстраиваются только на верности, только на принадлежности человека, что вот я с тобой, и все. Отношения выстраиваются на взаимном интересе, на получении совместных впечатлений и так далее. На этих вещах выстраиваются взаимоотношения, а не на том, чтобы подозревать друг друга и тем более это обсуждать. Вот. Поэтому сам факт того, что у вас такой вопрос всплыл, сам факт того, что вы начали об этом говорить, сам факт того, что вы говорите об этом, на мой взгляд, уже в некоторой степени, в какой-то степени свидетельствует о том, что вы друг для друга не очень ценносты. Точнее вы как будто бы не видите свои ценносты. и не видите ценностей другого человека. Вот. И все это порастает, вот, эту тему, идею, если хотите, ревность, ревность, потому что, ну, энергию в этом смысле нужно куда-то перенаправлять. перенаправлять. И, собственно, именно это вы и делаете. Перенаправляйте ее туда, куда можете перенаправить. вот. Пожалуй, что я бы сказал как-то так. То есть, какой-то такой ответ я мог бы вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии. Как, ну, вот, как я это вижу, по крайней мере, да. Конечно, у вас может быть свое мнение, у вас может быть свой взгляд. Но вы имеете на это полное право, но вот то, что вы сейчас по сути по сути человека получается подозреваете то, что вы сейчас по сути получается, что человеку не доверяете, то, что вы сейчас по сути получается единственное, чем интересуетесь это вот изменит он вам или нет. Но это, на мой взгляд, является очень таким беспокоящим, как мне видеться звоночком для ваших отношений, потому что, как я уже сказал, отношения не могут выстраиваться на таких вот проявлениях, да, вот, потому что в таких отношениях людям становится довольно быстро, ну, не то, чтобы прямо скучно, да, но вот теряется интерес к партнеру, и сам партнер в этом смысле немножко так сужается, то есть он как бы вот не сводится, да, и вот его ценность, того верен он или нет, вот. Поэтому ваши страхи, которые у вас есть, желательно прорабатывать, потому что ревность разрушила не одни отношения, и очень не хотелось бы, чтобы ревность разрушила и ваши отношения в том числе тоже. Она вполне это может сделать, она это уже делает, поскольку вы сейчас, на данный момент, говорите, по сути, именно о ревности, я имею ввиду, а верности и так далее. это на мой взгляд является проблемой, вот, которую если не начать, корректировать, корректировать, да, вот, то это может привести к довольно печальным и грустным последствиям, а самое главное, что тут какую-то проблему вашу, да, это не решит. Вот. Да, возникает вопрос в общем в целом. А как? Как? Как я к этому прихожу? То есть, как я прихожу к ревностям? Как я прихожу к тому, что меня беспокоит, вот, верен мне человек или нет? Как я, как я к этому прихожу? Вот, спросите, спросите, пожалуйста, себя, было бы вам интересно об этом поговорить, было бы вам интересно это обсудить? Вот. Хотели бы вы этим заниматься, то есть, хотели бы вы с этим, ну, работать как-то? Вот. Хотели бы вы это скорректировать и начать интересоваться собой человек, человек. То есть, ну, вот вы довольно быстро, если начнете интересоваться собой, вы довольно быстро придете к тому, что ревность и вот там какой-то вероятности измене, да, это не важно, вот, если отношения между людьми полные, вот, если люди интересны друг другу. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, вот, ни в коем случае не затягивайте с обращением. Вот. За обратную связь по моему ответу буду благодарен, это позволит вам начать над собой работу.